Тяжелые Любой удар может стать последним в этом бою Ну и звучит уже традиционная тайская музыка Ну и главное стоит отметить, у этих бойцов уже есть довольно серьезный опыт в профессиональных боях В отличие от предыдущих бойцов, выходящих на ринг Разрушительные луки сейчас просто в исполнении Халка В чем я бы сказал, интересный момент, то что Андрей, он работает по этажам Потому что несколько ударов он нанес именно лоу-кике Возможно это был план на то, чтобы его оппонент опустил руку И именно в этот момент, уже ожидая лоу-кика, Андрей бы просто нанес удар в голову По раскрывшемуся оппоненту Очень часто можно наблюдать подобные хитрости в поединках Когда спортсмен прикармливает, да, вот как называют, прикармливает своего оппонента Наносит несколько ударов, допустим, в средний или в нижний уровень, а потом переводит на голову Жесткий удар, пока пришелся по корпусу Андрей, 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 Андрей Даже можно даже вот так вот через экраны наблюдать тяжесть Ощущать на себе практически тяжесть ударов ногами от Андрея Сразу же переходит в клинч Халк Борьба за внутренний захват В тайском боксе именно вот такой внутренний захват дает преимущество Есть возможность атаковать шею, воздействовать И вот это было красиво Классиком тайского бокса перехват ноги И вышибить опорную ногу своему сопернику Посмотрим, чем ответит Халк Халк пока что отвечает такими жесткими ударами в корпус Да и вот эти лоу-кики Ну, даже не лоу-кики, а колено в бедро Да Они, может быть, и выглядят своеобразно вычурно Но при всем при этом они довольно ощутимый эффект Оказывают именно на бедро Ну, опять же, мы знаем, эти удары имеют накопительный эффект Да, ты можешь удерживать А вот здесь мы видим очень четко Немного выше коленного сгиба Халк наносил удар именно там, где мышцы крепятся к костям Там связки крестообразные, там сухожилия И любое попадание в эту область, оно очень болезненно А здесь белорусский атлет просто как по учебнику Исполнил комбинацию перехват ноги И выбивание опорной Ну да, мы говорили лоу-кики имеют накопительный эффект И может быть На линде спортсмен может выдерживать какое-то количество ударов Но затем нога просто отказывается работать Это уже далеко не первый поединок по правилам тайского бокса за сегодняшний вечер Но мы так толком и не наблюдали ни одного удара локтем Но были какие-то попытки Да, попытки они именно были Но все равно При условии того, что правила позволяют И тем более существует клинч Бойцы как-то не особо стараются наносить этот удар А удар локтем, особенно если он приходится в голову Несет просто совершенно разрушительные последствия Даже вскользь нанесенный удар может оставить очень тяжелое и неприятное рассечение В области глаз или того же носа И опять же такой даже вскользь выброшенный локоть Но при этом оставляющее рассечение Он может иметь Скажем, переломный эффект в поединке Как фигурально, так и буквально Ну, я думаю, здесь мы видим Оба спортсмена достаточно уверенно работают в клинче Ну, а находясь в таких крепких объятиях оппонента Локтями особо не поработаешь Вот сейчас был такой нижний локоть То есть удар по восходящей траектории В исполнении Бангура Пока что темп поединку задает Андрей Тофт Потому что секунд Бангура, да, даже Будучи здоровым бойцом и довольно опытным Но все же он работает вторым номером По большему счету Тем временем, как Андрей, он чаще заходит в клинч И чаще навязывается Как буквально, так и фигурально Но два замечания Сначала Первое замечание Я обратил внимание Халк нанес целых два удара локтями Сначала левой рукой, затем правой А второе замечание Это то, что Бангура, в общем-то, не работает вторым номером Работа вторым номером Это не пятиться, это не отступать Работа вторым номером Это вытягивать своего оппонента И, находясь как бы в защите, наносить удары А мы видим, что Бангура, он больше отступает Больше принимает удары на себя Да, периодически он что-то выбрасывает в ответ Но, в общем-то, Халк полностью подавляет Все защитные какие-то построения белорусского спортсмена Пытается контратаковать Но, по всей видимости, уже нет сил На то, чтобы сконцентрироваться У белорусского боксера И, в общем, удары, да, тяжелые, неприятные Но, в общем-то, такой опасности Для Халка не несут Любопытный момент был, как оба бойца выбросили фронткик Или как вот тип называется Причем оба выбросили под одноименными ногами Да, одноименными ногами А вот сейчас был эпизод, когда Халк нанес сначала левый локоть Затем правый локоть Я к тому, что ты сделал замечание Спортсмены, несмотря на то, что это правило тайского бокса Не часто локти подключают Ну, вот, пожалуйста, твой заказ выполнен Можно сказать Другое дело, что нет такой остроты в работе Да, локти они подключают И один, и другой Особой опасности пока что мы не увидели Так, заключительный третий раунд Сразу же в клинч врывается Халк начинает накидывать локти Такой чисто тайской манере Колени, точнее Да, конечно же Конечно же, колени начинает Халк накидывать Вот обратил внимание, как он вошел с переднего локтя Я скорее обратил внимание на то, что Андрей Он все меньше полагается именно на удар И все чаще заходит в клинч к своему оппоненту Особенно сильно это было заметно во втором раунде Потому что Андрей, он практически не наносил удары А попросту вешался на своего соперника Таким образом его выматывает Тем временем, как Секу Бангура Он продолжает, может быть, и не так серийно работать Но при всем при этом выбрасывает удары И, что самое главное, попадает по Андрею Ну, я думаю, чисто тактически Халк сейчас... Чисто тактически, да, он переигрывает Именно за счет активности За счет того, что нивелирует удары своего оппонента И просто работает именно за счет клинча Удары, может быть, они не столь эффектные Но, по крайней мере, они эффективные И работают на статистику Андрею Тем временем, как Секу, он работает именно... Больше пытается на... Наверное, и на эффектность, и на эффективность тоже работать Потому что Секу именно больше пытается поразить оппонента Нанести ему достаточно тяжелый удар Чтобы потрясти И уже впоследствии, возможно, финишировать Ну, в общем-то, у Бангуры Не так много шансов Ему нужно точное попадание Ну, как ты правильно сказал В Бангуре нужно потрясти своего оппонента Тогда... Тогда у белорусского спортсмена будут шансы на финиш Ну, пока что Халк достаточно уверенно защищается Вот при малейшей же опасности он клинчует И наносит вот такие удары коленями Красиво сейчас на последней секунде Секу Бангура провалил своего соперника Просто сработал корпусом Хайкик проходит мимо него Противник раскрывается Но это были последние секунды И за красоту победу не дают Хотя было красиво Это такое движение, которое называется «Муз» Когда оттягивается корпус Удар пролетает мимо тебя А ты, в общем-то, остаешься на позиции Нанесения ударов И можешь контратаковать Вот это движение, о котором мы говорили Но надо отметить, что и Халк не выключился Он, понимая, что удар проходит мимо цели Выбросил сразу же бэкфист Но Бангура блокировал это движение Я думаю, вполне справедливо Мне кажется, если Секу Бангура сможет не давать своему оппоненту Проходить в клинч и просто держаться на дистанции И наносить вот такие тяжелые удары руками Которые наносил в предыдущих временных отрезках этого поединка У него есть все шансы выйти победителем По окончании этого четвертого раунда дополнительного Но, как ты понимаешь, Георгий Все результаты по итогам трех раундов Они сейчас обнуляются И фактически оба бойца начинают Что называется, с чистого листа То есть предыдущие три раунда победители не выявили Ничейный результат Но локти вот сейчас очень хорошо Бангура попытался использовать Второй удар локтем от Секу Бангура Это больше на хаммер-физбол похоже Потому что локтем он не достал И он пытался вот как молотком сверху Вот так вот кулаком ударить по сопернику Ну, я думаю, что это просто амплитудный удар И выглядит со стороны Конечно же, это был удар локтем снизу вверх Вообще, наибольшие, наверное, такие мастера Этой техники работы локтями Это, конечно же, этнические тайцы В классическом муай-тайхе Они под такими траекториями наносят эти удары И снизу вверх, и сверху вниз И прямые локти И по каким-то совершенно невообразимым траекториям Причем не только с дистанции ближнего боя Но вот сейчас хорошо с разворота Обратный удар локтем попытался Бангура нанести Чем пользуется Андрей? Просто сократив дистанцию с оппонентов И в очередной раз заходя в клич Обратим внимание, Бангура приободрился Пошел вперед Стал более активным Да Халк действует в своей манере Идет вперед Но и обратим внимание, да Какое острое колено сейчас Бангура выбросил Было очень опасно Опустил голову Топт Ну и коленом могло, конечно, прилететь Клинч сейчас для Андрея, пожалуй, самое сильное стратегическое оружие в его арсенале Потому что за счет клинча он нивелирует ударную мощь Секу Бангура Чем он пользуется на протяжении всех предыдущих трех раундов Но мне кажется, Секу он уже адаптировался к клинчу И все более активно и эффективно выходит из него И вот сейчас эпизод был, конечно же, выигрышным у Бангура И он попал несколько ударов Точно донес их до цели Самое опасное для Андрея Это сейчас оказаться вне клинча Тем временем, как Секу просто будет наносить по нему удары руками Вот сейчас Джек, ног проходит боковой Просто изо всех сил из последних Андрей пытается забрать последние секунды Концовку этого поединка И бой подходит к концу Вот положив руку на сердце, скажу, что в этом раунде мне Бангуру понравился больше Но он и работал эффективнее Он был точнее Точнее клинч клинчем, но при всем при этом особо эффективно и как-то воспользоваться клинчем Андрей не смог Вот им правый прямой, левый прямой, правый прямой Три удара пропускает Халк Первые два были точно Третий уже вскользь И четвертый удар можно еще ага-ага как-то притянуть за удар локтем Наверное А вот здесь все три удара дошли до цели Не знаю, по моим ощущениям Бангура забрал этот раунд Четвертый раунд, по-моему, тоже Если не берутся в расчет первые три раунда То по окончанию четвертого, возможно, боец из Беларуси одержит победу Возможно, мы этого пока не знаем Весовой категории до 86 килограммов по правилам профессионального тайского бокса Мы хотим, чтобы вы поаплодировали спортсменам Ну и мы хотим пригласить уринка исполнительного директора базы отдыха из Убрука Максима Игнатьева и учредителя компании Гео СМ Сергея Фиманкина Максим Игнатьев, пару слов Всем добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые бойцы Очень круто от лица базы отдыха из Убрудная Хотелось бы вас поздравить с этим прекрасным боем Мы наблюдали, честный бой Но хотелось бы видеть, да, еще следующий Эмеральд Файт 4 Ну и, конечно же, пускай выберут судьи, потому что здесь профессионалы бились Красавцы, просто красавцы Спасибо вам большое от лица базы отдыха из Убрудная Ждем вас в следующий раз Спасибо, Максим Игнатьев, друзья Сергей Фиманкин, пожалуйста На всех приветствую на этом замечательном турнире В первую очередь хочу поблагодарить спортсменов за выдающийся бой Очень интересный И, естественно, организаторов за такую организацию турнира Уже не первый раз присутствуем Мы поддерживаем этот турнир Продолжаем в дальнейшем поддерживать Очень интересно, очень круто Всем спасибо Ну что ж, друзья Вы можете, уважаемые наши партнеры, встать за спортсменами Мы сейчас даже можем какое-то вот фото сейчас сделать Вот, уже Ну, уже надо объявлять же, да, правильно? Друзья, победу в этом поединке По результатам четырех раундов Одержал спортсмен из синего угла Андрей Холдов Ну что ж, друзья Решение судейской бригады вы слышали Судьи-профессионалы Они находятся непосредственно у ринга Соответственно, видят картинку лучше Чем мы на комментаторской позиции Красные эмоции Но таково решение судейской коллеги И они действительно большие профессионалы Не нам с ними сходить Спасибо большое Спасибо Андрей Андрей Ну что, с возвращением? Конечно Можно я скажу, да? Я бы хотел сказать огромное спасибо В первую очередь организатору В том числе Максим Евгеньевичу Иноградову Я смотрел бои Секу Наверное, лет 10 назад И думал, было бы круто С ним встретиться Спасибо большое за такую возможность Что наконец-то это реализовалось Спасибо большое за бой И результаты я не могу на это повлиять, к сожалению Надеюсь, встретимся еще Спасибо Всем, пожалуйста Спасибо большое всем, кто поддерживает Арзамас Спасибо моей жене Которая все Верит в меня больше, наверное, чем я сам Благодаря ей я здесь Спасибо моему тренеру Всей команде Апрофи Дети Дети Джеки-чана И Фок-Фокс-Докс Отдельное всем Респект Спасибо Все, все Спасибо Поздравляем Андрея Андрей Халк Толст Нижегородская область Сарсавас Итак, друзья Смотрим повторы Ну что ж Слова Халка после боя Косвенно подтверждают Нашу с Георгием Версию о том, что Бангура Как минимум Не проиграл в этом бою Бой получился Достаточно конкурентным Но Судьи посчитали так Как они посчитали Опять же Знаешь, как Георгий Есть ведь Разные трактовки Подсчета Результатов боя Кто больше Например Нанес ударов Ногами Коленями Если мы возьмем Классический Муай-тай То По правилам Тайцев Так как это судят Таиланде За